Привет! Это Спортмарафон. Сегодня мы расскажем, что делать, если в походе у вас мерзнут ноги. Многие, думаю, слышали выражение «держи голову в холоде, а ноги в тепле». Однако в походах ситуации бывают разные, случается и перепутать. Давайте поговорим о правильной подготовке к зимним походам. Выберем подходящую обувь, носки и гамаши. Также не забудем и о самых эффективных способах согреть ноги. Итак, давайте разбираться. Лучший вариант защиты – это нападение. Нет, неправильно, предотвращение. Ведь чем лучше вы подготовитесь к походу, тем меньше шанс на замерзание ног, да и всего остального тоже. Начнем с обуви. Подбирайте внимательно, особенно учитывая погоду, которая вас ждет, и характер похода. К примеру, для небольшого похода в регионах с относительно мягкой зимой, можете обратить внимание на бренд Мейндл, например, на модель Мейндл Бурма Про. На сильные же суровые холода можем порекомендовать Баффин Силкер Пьютер для температуры до минус 30 градусов или Ханвак Фьял Экстрим уже для более серьезных холодов до минус 40 градусов. Если же вы собираетесь штурмовать горные вершины, то стоит обратить внимание на специальные альпинистские модели, например, Ла Спортива Непал Эва. Разумеется, ссылки на все товары вы сможете найти в описании. Даже если вы смотрите это видео спустя продолжительное время после выхода, не переживайте, ссылки мы регулярно обновляем вместе с обновлением линейок производителями. Далее носки. Не на голую же ногу обывать наши ботинки. Здесь при выборе стоит обратить внимание на потливость ваших ног и уже отталкиваясь от этого выбирать материал. Если ноги потеют сильно, стоит остановить свой выбор на синтетических моделях, например, Ларпен Трекинг Термик Эко. Если ноги потеют слабо, можно смело брать шерстяные. Как вариант, отлично подойдут Ларпен Мерина Хайкер Эко. Ну а если так вышло, что ваши ноги не ударяются в крайности и потливость средняя, то стоит остановиться на носках с примерно равным соотношением шерсти и синтетики, к примеру, Ларпен Т3 Мидбейт Хайкер. Также не стоит пренебрегать дополнительными средствами утепления, такими как гамаши, чтобы снег уж точно не попал к вам в ботинки. Сразу оговоримся, речь идет о туристических гамашах, а не о моделях для трейлранинга, которые на могучие зимние ботинки просто не налезут. И еще кое-что. Многие современные альпинистские ботинки уже имеют собственные гамаши, встроенные в конструкцию. А теперь основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе. Первое. Длина. Тут по большому счету вопрос привычки и ваших личных предпочтений. Длинные модели крепятся примерно под коленом и несколько лучше защищают. Короткие же крепятся прямо над ботинком и в них меньше потеет нога. Второе. Материал. Тут выбор зависит от погодных условий. На более сухую и менее холодную погоду стоит выбрать мембрану, так как она гораздо лучше дышит. Если же вам предстоят сильные снегопады или общая большая влажность, лучше остановиться на нейлоне. Он хоть и хуже дышит, но точно не промокнет. Можно выбрать обычный или укрепленный нейлон, в зависимости от того, насколько велика вероятность повредить их. Ну, например, альпинистскими кошками. Третье. Профиль. Существуют гамаши более свободные и более облегающие. Тут никаких премудрости нет. Если есть вероятность зацепить гамаш кошкой, берем облегающие. Ноги будут потеть чуть сильнее, зато точно останутся там, куда вы их последний раз поставили. Если же поход не предполагает таких ситуаций, можно брать более свободные модели. И четвертое. Соответствие размеру вашей обуви. Пожалуй, самый важный из параметров. Меряем обязательно с обувью, с которой будем эти гамаши носить. Они должны плотно прилегать к ботинку, закрывая его вверх при любой постановке стопы. Также не обойдем вниманием еще два момента. Грелки и изотермические стельки, чтобы у мороза точно не осталось никаких шансов. И начнем с грелок. Всего походных грелок можно выделить два вида. Первые каталитические. Такие грелки работают за счет окисления паров бензина, который с помощью катализатора сгорает кислородом и выделяет тепло. Заключен катализатор в специальный кожух, как, к примеру, в этой зипа. Так что ожоги пользователю не грозят. Топлива они потребляют совсем немного, а работают достаточно долго. 6 мл хватает примерно на полночи, чтобы вы точно успели согреться. А максимальное время работы достигает 12 часов. Минус тут можно выделить один. Бензин – вещество горючее, а значит хранить и транспортировать его нужно аккуратно, чтобы ваш поход не закончился с огоньком. Химические грелки. Они работают уже за счет химической, как неожиданно, реакции, а именно кристаллизации солей. Чтобы запустить реакцию, ученой степени не требуется. Достаточно просто слегка переломить грелку по инструкции и реакция пойдет. Время работы у них не такое большое, как у каталитических – 3-4 часа в зависимости от размера. Но чтобы согреться, этого вполне хватит. После этого нужно прокипятить ее 5-20 минут, завернув ткань, чтобы вернуть в рабочее состояние. Минус у таких грелок – 2. Любой порез или прокол приведет к выходу грелки из строя, без возможности восстановления. Ну и при случайном давлении реакция может запуститься в самый неожиданный момент, например, согрев вам рюкзак. Поэтому с такой грелкой не острим и не давим на нее сильно, и тогда она ответит вам теплом. Еще один удобный и недорогой вариант – одноразовые грелки. Некоторые из них даже можно приклеить на одежду, как пластырь. Изотермические стельки же обеспечат дополнительные утепленные слои, что также хорошо скажется на сохранении драгоценного тепла. Один из вариантов таких стелек – Thermic Insulation Air. Но везде подстелить соломку не всегда удается, и даже при идеальной подготовке мы нет-нет, да и замерзаем. На такой случай нам тоже есть, что вам посоветовать. Для начала покушаем. Нет, не для того, чтобы заесть стресс. Калории у нас пойдут на согревание. Важно, чтобы пища была высококалорийной и быстро усваивалась. Как вариант, это может быть арахисовая паста, шоколад, орехи или пимикан. Также будет хорошо, если что-то из пищи будет острым. Хотя здесь, конечно, стоит ориентироваться на ваши вкусы и состояние желудка. Не повредит алкоголь, правда совсем немножко, не более 30 миллилитров, иначе потом станет только хуже. Не говоря уже о том, что пить попросту вредно. Конечно, если это не чайок с сахаром. Но не одним покушать можно согреться. Не забывайте двигаться. Разминка отлично разгонит кровь и согреет тело. Лучших или худших упражнений в этом случае нет. Главное, чтобы все тело так или иначе в итоге было задействовано. Так что руки в боки и начинаем. Раз, два, три, четыре. Также хорошо могут помочь уже упомянутые раньше химические грелки. И напоследок скажем о не самом приятном сценарии – обморожении. К сожалению, в любом походе есть опасность травм. Но, зная правильный порядок действий, можно помочь человеку на месте. Итак, если произошло обморожение. Прежде всего нужно добраться до теплого места. В идеале, конечно, возвращаемся домой. Но в походе зачастую невозможно сделать быстро. Поэтому необходимо как можно скорее оказаться в вашей палатке. Аккуратно растирайте пострадавшее место рукой или шарфом. Хорошо, если он шерстяной. Но ни в коем случае не снегом. Так вы поцарапаете кожу. Стопу растирайте движением сверху вниз. Если обморожение сильное, то есть кожа бледная и утратилась чувствительность на участке, то растирать не нужно. По максимуму укройте пораженный участок. Хорошо, если есть марля, вата или полиэтилен. Пейте побольше горячего, сладкий чай, кофе, все, что взяли с собой, кроме алкоголя. Это важно. Примите анальгин и аспирин и постарайтесь как можно скорее добраться до врача. Ну, вот и все. Если вам захотелось о чем-то из рассказанного узнать побольше или вы хотите поделиться своими историями о зимних походах, ждем вас в комментариях. Мы уж точно не отморозимся с такой-то подготовкой, не сомневайтесь. Пока-пока!